Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но сейчас мы с вами в стране безопасности, в самом безопасном месте на Земле. И здесь мы будем учиться простым правилам поведения в любой жизненной ситуации. А пока хочу представить вам наших сегодняшних героев. Алена и Иван – вторая команда, которая вступила в борьбу в стране безопасности. Ребята уже смогли заработать 9 баллов в первый день соревнований. Тогда им досталась тема «Опасность в лесу», с которой они неплохо справились. Посмотрим, что ждет ребят сегодня. Алена и Иван, привет! Здравствуйте! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. Все команды уже отыграли первый конкурс. И сейчас «Спасайка» покажет вам, сколько баллов удалось набрать всем участникам. Итак, внимание на экран! В стране безопасности уже выступили все пять команд. И вот как выглядит на сегодня турнирная таблица. Варя и Ярослав набрали 7 баллов. Вторая команда в составе Алены и Ивана смогли заработать 9 баллов. Следующими стали Арина и Арсений. Они набрали 8 баллов. Четвертыми в игру вступили Наталья и Максим, которые смогли набрать 9 баллов. И завершающей стала команда Алисы и Владислава, которая набрала 7 баллов. Посмотрим, чем закончится второй игровой день для сегодняшней команды. В прошлый раз вы выбрали тему «Опасность в лесу». И у вас осталось три опасные зоны. Это опасность дома, правила поведения на улице и природные стихии. Давайте выбирать! Это почти самое легкое. Ну давай, ну, ну, это, да. Мы весь дом почти знаем. Ага. Давайте первое «Опасность в доме». Итак, вы выбрали тему «Опасность дома». Это, конечно, очень надежное место, но в нем есть достаточно предметов, которые могут привести к беде, если неправильно с ними обращаться. Как вы думаете, что это за вещи? Ну, можно... Спички. Да, спички еще может быть. Газовая плита тоже. Еще, ну, если... Ну, еще можно... Ну, можно... Ну, ножи тоже можно порезать. Может роматься телевизор. Нет, нет, нет. Может трезеткой загореться. Ребята, я хочу вам немножко подсказать и предложить вам посмотреть мультфильм. Там вы найдете все ответы на сегодняшние мои вопросы. Только смотрите внимательно. Наше путешествие по квартире продолжается, и мы отправляемся в жилую комнату. А какие опасности могут подстерегать нас здесь? Всякие гигантские пауки, змеи, вампиры и прочие страшилки, которых можешь увидеть на экране телевизора, в жизни не встречаются и уж точно не живут в твоей квартире. Зато опасных ситуаций, в которые можно попасть и получить серьезные травмы, полно. Давайте внимательно посмотрим вокруг. Что мы видим? Обогреватель, утюг, музыкальный центр, компьютер, синтезатор и телевизор. Как одним словом назвать все эти предметы? Правильно, электроприборы. А разве они могут быть опасны? Если правильно ими пользоваться, то служить они будут верой и правдой. А если нет, то может случиться беда. Давайте все вместе запомним самые простые правила, чтобы электроприборы в квартире были нашими верными друзьями. Внимание! Запомни и напомни своим родителям, что опасно. Включать одновременно в одну розетку несколько электрических приборов, например, лампу, обогреватель и утюг. Оставлять электрические приборы включенными, когда вы уходите из дома. Пользоваться неисправными электроприборами, от которых, например, пахнет горящей пластмассой или идет дым. Итак, что нужно делать, если электрический прибор по какой-то причине все же загорелся? Например, кто-то забыл выключить утюг и оставил его на гладильной доске. Ты заходишь в комнату и видишь, что он горит. Что делать? Внимание! Если загорелся электрический прибор, ни в коем случае не заливай его водой. Это смертельно опасно. Если получится, постарайся быстро выдернуть шнур из розетки, после чего на горящий утюг набрось плотную ткань, одеяло, покрывало или даже пальто. Тогда огонь погаснет. Если справиться с огнем не удалось, не теряй времени, жизнь дороже. Спасайся! Немедленно убегай на улицу. Сразу же сообщи о пожаре взрослым и вызвай спасателей по телефонам 101 или 112. Уходя из квартиры, не закрывай дверь на ключ, просто плотно ее прикрой. Ребята, я надеюсь, что моего помощника-спасайку вы слушали внимательно. И если так, то с легкостью ответите на мой первый вопрос. Что нельзя делать при пользовании электроприборами? Ну, нельзя их в одну розетку вставлять. Долго их держать. Да. А то оно может нагреться, и пожар может случиться. А что еще нельзя делать при пользовании электроприборами? Какими приборами можно пользоваться, а какими нельзя? Ну, обогреватель. Так он какой, этот прибор? Он, ну, расплавляется уже пластмассой, и он уже скоро загорится. Он нагревается. Да. И он может сгореть тоже. Так он исправный или неисправный? Ну, он неисправный. Неисправный. А пользоваться такими можно электроприборами? Ну, можно, только если. Только немножко, чтобы он не загорел. Пользоваться неисправными электроприборами ни в коем случае нельзя. Категорически запрещено. Спасайка вам же рассказала, к чему это может привести. Да. А к чему, как вы думаете? К пожару. Совершенно верно. А пожар-то опасно или не опасно? Очень опасно. Ребята, так что все-таки нельзя делать при пользовании электроприборами? Это, конечно же, включать одновременно в розетку несколько электроприборов, а также пользоваться неисправными электроприборами, либо же оставлять включенными без присмотра. За то, что вы перечислили основные опасности, которые могут подстригать вас в доме, я даю вам еще один дополнительно бонусный балл. Но за то, что ваш ответ на вопрос спасайки был неполным, вы получаете в первом конкурсном испытании всего 2 балла. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос необходимо будет выбрать верный и сделать это за максимально короткое время. Итак, вопрос. Что делать, если электрический прибор загорелся? Выбежать на балкон и кричать «пожар», отключить из розетки и набросить одеяло, или же залить водой и звонить по номерам телефонов 101 либо 112? Ну, давай номер 2. Давай, он правильный. Номер 2. А может, вы еще пообсуждаете немножко? Нет, мы согласны. Но номер 2. Да. Ребята, это абсолютно правильный вариант ответа. За него вы получаете 3 балла. Но помимо того, что необходимо выключить загоревшийся электроприбор из розетки и накрыть его одеялом, нужно еще сообщить очень быстро взрослым о том, что произошел пожар и покинуть помещение, выйдя при этом на улицу. Ну и напоследок загадка. Тоже про опасный предмет. И здесь нужно быть особенно внимательными, потому что за правильный ответ можно получить 3 балла. Если же ошибетесь, то ни одного. 4 синих солнца у бабушки на кухне. 4 синих солнца горели и потухли. Поспели щи, шипят блинки. До завтра солнце не нужны. Так. Это же газ. Горит синий. Пускай это газ. Газ. 4 синих солнца. Это газовая плита. А, газовая плита. Совершенно верно. Это правильный ответ. Итак, ребята, мы посчитали. За сегодняшний конкурсный день вы получили в общей сумме 9 баллов. И сейчас спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю со вторым заданием будут справляться ваши соперники. Посмотрим, как это получится у них. Так что скоро увидимся. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.